Доброго времени суток YouTube! Уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые просто видеослушатели моего канала, я вам безумно очень благодарен за то, что вы заходите и с удивлением обнаружил, что наше сообщество на нашем канале, помимо видео, да, вот здесь есть вкладочка видео, есть вкладочка сообщества, с удивлением обнаружил, что наше сообщество становится очень популярным, все больше и больше людей заходит не только просматривает наше видео, но и отписывается в сообществе, это удивительная штука, я давно об этом мечтал, у нас на сайте есть форум, но он не очень функционально работоспособен, а вот сообщество заходит, то есть заходит вам, понятно, что более такая интересная штучка это YouTube, ну и соответственно мало кто заходит в сообщество в этих каналах, а у нас это удивительно пользуется популярностью, то есть люди заходят, отписываются, комментируют и так далее, я надеюсь мы будем продолжать. Самое интересное, что в этом сообществе возможно, это формирование некого опроса, да, то есть у нас в лаборатории 4 направления деятельности, одно из направлений помимо психизиологического непосредственно является так называемое социально-психологическое направление, это все по документам мы делаем, то есть мы это должны делать и вот YouTube с удивлением, моему удивлению предоставляет такую удивительную возможность проводить различного рода социологические исследования, мини-социологические исследования, у нас эта работа ведется давно, несколько лет, может быть около 10 лет, но пользуемся мы, пользовались мы несколько другими вещами, а на YouTube получилось так, что вот начали создавать такие социологические опросы и они в общем-то вам нравятся, 14 тысяч пользователей у нас на канале, это достаточно большая цифра и из этих 14 тысяч многие люди заходят и голосуют в наших голосовалках, читают комментарии, какие-то высказывания, мысли, которые мы выкладываем вот на этом самом канале, уже не только в виде видео, но и в виде вот таких вот социологических исследовательских вещей, поверьте, это для меня, как для руководителя ЛПФО Центра, научно-прикладного центра АКМЭ, очень-очень важно, благодарю вас за это, ну и вот собственно буквально несколько дней назад, 6 дней назад, мной была создана такая вот голосовалочка по поводу, значит, системы образования, буквально сегодня тоже придя с работы, посмотрел на YouTube интересный ролик, там было обсуждение вообще, что происходит в нашем образовании, знаю буквально, может быть даже так скажу, не 10, не 20, а 30 различных мнений по поводу того, нужно, не нужно нам дистанционное школьное образование, институтское, высшее образование, как оно может быть использовано в плане дистанционных каких-то вещей, ну и вот это было 6 дней назад, мной запущено, и вот я получил сегодня очень интересные результаты, открыл тоже вечером, посмотрел, что у нас здесь происходит, проголосовало 44 человека, это, вот обратите внимание, 44 голоса, это большая цифра, поскольку в социальных науках достаточно репрезентативной выборкой считается, допустим, ну в какой-то группе, допустим, студенты, рабочие, женщины, мужчины, в социальных науках какие-то выводы можно строить уже на основании около 30 замерений, измерений голосов, как в данном случае, сейчас вы на экранах своих видите 44 голоса, и это достаточно репрезентативно, 89, так, 89% у нас проголосовали да, и соответственно 11% из этих 44 проголосовали нет, а вопрос был очень простой, то есть даже не вопрос, а утверждение, да, личность, и на этом я особо акцентирую свое внимание, много-много мнений всяких слышал от политиков, там, начиная от Соловьева, Киселева, там, кого угодно, Навального, ну и так далее, то есть многие-многие люди, известные политики, экономисты, педагоги, профессора, высказывают свое мнение по этому поводу, я их знаю, очень много этих точек зрения, разных людей, известных и малоизвестных, более, может быть, 10, 20, 30, даже больше мнений знаю, разные стороны обсуждаются, люди спорят, приводят различные доводы, аргументы, в общем, очень-очень эта тема всех волнует, затрагивает, я отношусь к ней абсолютно негативно, да, то есть абсолютно к дистанционной системе образования, это мое личное мнение, никому его не навязываю, это имха, как говорится раньше, так писали имха, по моему скромному мнению, что дистанционное образование, школьное прежде всего, институтское еще куда не шло, а школьное это абсолютное зло, то есть это все на черной стороне, на темной стороне Луны, на темной стороне силы. Ну и вот результаты этого голосования 6 дней назад, проведенного, запущенного, оно наглядно это подтверждает. Это зло, то есть большинство людей, 89% считают, что это действительно негативное явление нашей жизни. И вы знаете, говоря о том, что существует масса мнений по этому поводу, действительно там несколько десятков, возможно с разных позиций, с разных точек зрения, люди самые разные, там еще раз повторюсь, педагоги, экономисты, политики. Самое главное, что я сравнивал эти мнения, буквально вот у меня есть даже бумажка от руки написанная, в которой я пытался и фиксировал вот эти мнения, разные позиции какие-то определяющие, вы сами все это можете посмотреть, увидеть на ютюбе, по телевизору и так далее. Они все, буквально все, более может быть 30 мнений, которые я записал себе лично, они все разбиваются как раз об эту самую фразу. Вот здесь вот она у вас на экранах написана. То есть личность должна формировать личность. Это как некий утес, о котором разбиваются все волны, накатывающие на вот эту точку зрения, что это может быть применено, дистанционное школьное образование, ля-ля-ля, тыры-пыры, растопыры и так далее и тому подобные вещи. Все, все упирается в одну простую фразу. Невозможно, если мы говорим о том, что люди в школе, дети приходят туда и начинают общаться, социализироваться с точки зрения, да, вот как бы науки, психологии как таковой. То есть это в любом случае формирование личности через личность. И другого невозможно и недопустимо. И настолько это совпадает с моим мнением личным. В большинстве случаев здравомыслящие люди придерживаются этой же точки зрения. Конечно, есть много возражений и так далее, и так далее, и так далее. Буквально вчера президент об этом высказывался на своем послании, значит, российским гражданам. Это его личное мнение, у меня есть свое личное мнение, мнение других людей. И вот эти мнения, не буду ничего говорить больше про президента, а вот про мнение других людей, которых я реально выписал около 30, более 30 мнений. И за, и против, и всяко-всяко-всяко, вот оно, любой из этих мнений, точек зрения, оно разбивается как раз вот об этот утес, фундаментальную мысль, на мой взгляд, фундаментальный подход, что личность должна формироваться личностью. Учитель должен воздействовать определенным образом. Ученики, друзья, коллеги, кто угодно. Одним словом, общение, социализация в системе образования не менее важно, чем само образование. Информация, интернет, там, википедия, что угодно, это одно. Поиск в гугле, за гугли, как говорится, это одно. А складывание мышления, личности, как социально-психологического составляющего фактора человека, оно прежде всего важно. То есть личность должна формировать личность. У нас есть биологическая основа нашей индивидуальности, это темперамент. У нас есть психологическая основа нашей индивидуальности, как характер. И у нас есть личность как таковая, это социальная составляющая индивидуальности любого человека. Любой человек, его индивидуальность складывается как раз из этих трех основных вещей. Темперамента, характера и личности. Представьте себе, это в виде пирамиды, в основе которой лежит темперамент. Далее, в серединке идет характер, а затем, значит, личность, социальная составляющая индивидуальности любого человека. Понятно, что здесь еще в определенной структуре этой присутствуют и психические функции, как-то внимание, высшие психические функции, низшие психические функции, как-то внимание, память, мышление, все это объединяется речью, эти все психические функции и соответственно все это объединяется еще плюс ко всему таким кружочком Эллера, как эмоционально-волевая сфера, мотивы, эмоции и эмоции и волевая сфера. Так вот, одна из компонентов этой структуры как раз является личность, одной из компонентов индивидуальности человека. Так вот, для того, чтобы все это сформировать, и внимание, и память, и мышление, и речь, и объединить все это в единое целое, которое мы называем индивидуальностью человека, каждый человек индивидуален, как раз является важность этого всего, является межличностное общение, социализация человека. То есть, это определяющим является для становления, воспитания, обучения любого человека. Вот эти компоненты, составляющие, я как-нибудь вам обязательно покажу эту графическую схему, она у нас есть на сайте, можете зайти, посмотреть ее, что из себя представляет индивидуальность, где-то, как находится темперамент, характер, личность, речь, мышление, память, внимание, ощущение, восприятие, как низшие функции. И так далее, я обязательно вам это обязательно покажу. Или сами можете зайти, посмотреть на сайте. Ну, вот одним словом, такая точка зрения, такое мое индивидуальное личностное мнение, имха, как говорится. Поэтому, я вижу поддержку этого мнения в этом самом голосовании. Для меня оно очень важно, важно для моих сотрудников. Я надеюсь, мы в дальнейшем будем также задавать вам интересные вопросы, голосовалки какие-то создавать. И вы будете каким-то образом, уважаемые видеослушатели, на них реагировать. На этом все. Благодарю вас за внимание. И удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok